у вас кстати коты были в детстве в детстве был мы его привезли из москвы танго его звали кстати говоря но потом он благополучно переместился жить к бабушке а что значит привезли из москвы видеть роман вильнюсе я родилась вильнюсе конечно а мама привезла из москвы со съемок кота вильнюс понятно значит вы до 15 лет жили в литве и в семье вы общались на каком языке на литовском я русский язык выучила я не знала и мама и мама тоже говорила на литовском мама говорила на литовском естественно потому что мы жили вильнюсе я ходила в литовскую школу и в принципе на русском языке знала здравствуйте до свидания пельмени какие такие слова потому что у меня бабушка царство небесное одесситка и жила в одессе и все-таки она на литовском не разговаривала поэтому а думаете вы на каком языке на русском уже давно а но у меня поменялось вот я где-то по истечению года может быть двух уже стала считать себя коренной россиянкой потому что все равно молодежь мне кажется она быстро адаптируется к пространству он не хочет пока может быть сниматься говорит не надо нужно чтобы смотрели какой он красавец еще много если ты такой будешь непослушный тебя никто не возьмет ну ладно мы его отпустим мы ему дадим литовское имя он успокоится он станет медленнее вот он злится ладно иди вот и вот где-то через год когда я уже более-менее набрала какой-то такой небольшой но но все-таки словарный запас я стала думать на русском и сны тоже стали сниться на русском вот интересно я помню именно этот перелом не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в девятнадцать тридцать на телеканале москва двадцать четыре